Добрый вечер. Сегодня вы станете свидетелями событий, которые потрясло весь спортивный мир. 5 ноября в отеле MGM Grand в Лас-Вегасе 12 тысяч зрителей в едином порыве встали и устроили овацию человеку, который сделал немыслимое возможным. Он не только разбил своего противника, он опрокинул все традиции, стереотипы, предрассудки и представления о возможностях человека. Имя этого бойца Джордж Форман. Трудно поверить, что этот круглолицый, дружелюбный, веселый человек, окруженный детьми, один из наиболее свирепых нокаутеров боксерской истории. Джордж Форман, чемпион мира по боксу в тяжелом весе в 1973 году и наиболее нелюбимый в те времена боксер, исчез на 10 лет с горизонта и вернулся в качестве священника, обожаемого всей Америкой. Невероятно, что его современники Али и Фрезер сошли со сцены давным-давно, а он вернулся, чтобы вернуть себе титул в возрасте 42 лет. Я докажу, что 40 и 50 лет это не смертный приговор. Мы все еще можем работать, и не только как доктора, адвокаты и деловые люди. Мы можем быть активными и в большом спорте. В Атлантик-Сити Джордж Форман вышел против чемпиона мира и вандера, Холлифилд. Там был Джо Фрезер, который вышел на ринг кланяться, и Мухаммед Али, который вышел кланяться. Я подумал, может, и мне выйти поклониться? Может, я тоже такой же, пережиток прошлого. Этот бой назвали битвой поколений. Форман отшучивался все время перед боем. Зовите меня как хотите, только не говорите, что мое время прошло. Форман выглядел потрясающе в этом бою против противника, который был моложе его на 14 лет. Публика встала, приветствуя ветерана. Он удивил всех, а больше всего Холлифилда. Джордж проиграл этот бой по очкам, но вызвал всеобщее восхищение. У него уйма боксерских достоинств, и он ужасно силен физически и очень опасен. Джордж Форман родился в самом скверном и опасном районе Хьюстона, штат Техас. В 1965 году я был буквально вытащен из грязи. Президент Джонсон начал программу по спасению людей, и правительство просто спасло нас. Я грабил людей, я был человеком из грязи. Я помню, мои родные говорили, что я конченый человек, и я осознал, что так оно и есть. Я слышал, как один спортсмен сказал, если хочешь начать все сначала, иди-ка в трудовой корпус. Эта организация изменила жизнь Формана. Он уже был почти втянут в мир насилия и преступности. В основном нас учили читать и писать, потом помогали получить профессию. Но Форман очень скучал по дому. Чтобы как-то устоять, он занялся боксом. Мой тренер сказал мне, что если я буду стараться, я могу выиграть и Олимпийские игры. Я так и сделал. Он приехал в Мексику всего с 18 любительскими боями в послуженном списке. И никто не смог устоять перед его мощью и силой ударов. Там, на Олимпиаде, я хотел показать наш флаг. Не из каких-либо политических собраний. Просто хотел всем показать, откуда я взялся. Молодой Джордж был приглашен в Белый дом на встречу с президентом Линдоном Джонсоном и получил награду за свой успех на Олимпийских играх. Так началась моя история, история Джорджа Формана. Мне было 19, я был полон надежд. У этой истории было много поворотов, прежде чем Джордж Форман стал тем, кто он есть сейчас. Центр притяжения общественного интереса, прессы и рекламных агентств. Он и его девять детей. Фантастическое сочетание. Толстый, лысый, средних лет семейный человек и священник, который похож на вашего соседа и одновременно спортивная суперзвезда. Это образец рекламы, который очень часто я сам видел в Америке по телевидению. Джордж очень популярная фигура в рекламном бизнесе Соединенных Штатов. Профессиональная карьера Джорджа началась через год после его Олимпийского триумфа. Все мне твердили, что одно и то же парень, ты можешь стать чемпионом мира. Я не думал, что смогу, но решил заработать немного денег. Форман обладал могучим ударом, но никто не верил, что он может отобрать титул у Джо Фрейзера. Я подумал, может, этот парень умрет, прежде чем доберется до меня. Я обычно смотрел противнику в глаза, и он опускал их к полу. А в этот раз я боялся это сделать, потому что, если бы я заставил опустить глаза Фрейзером, он увидел бы, как дрожат мои коленки. Бою с Фрейзером Форман устроил противнику шесть нокдаунов за два раунда и стал чемпионом мира. Ничто не может сравниться с титулом чемпиона мира в тяжелом весе. Только что вы были бедны, как церковная крыса, и вдруг на вас обрушивается куча денег. Я долго не мог привыкнуть к этому. Бывший морской пехотинец Кен Нортон вверг всех в шоковое состояние, выиграв у самого Мухаммеда Али. Но Форман был настолько страшным нокаутером, что никто не смог стать ему поперек дороги. Нортон был сокрушен, так как и другие. Мне казалось, что никто не сможет побить меня. Я готов был сбить луну с неба одним ударом. Мне казалось, что я буду чемпионом всю свою жизнь. Так думали все, кроме одного человека, Мухаммеда Али. Этот бой назывался «Грохот джунглях», «Жамбл и не джангл». Я бил его в первом раунде, во втором, в третьем. А он все еще стоял передо мной с усмешкой и с вопросом. И это все, на что ты способен, парень. Я истратил всю свою энергию. А он был все увереннее и все жестче. И тут он выстрелил этой комбинацией. Раз-два, я оказался на полу. Я никогда не был так потрясен и угнетен морально, как в тот раз. Год прошел, прежде чем я смог спать снова. После боя с Джимми Янгом, я однажды прошел в раздевалку, и вдруг мне привиделось, что я умер и воскрес. Какая-то вспышка в мозгу. Это напугало меня. И потом я понял, что на меня снизошло нечто божественное. Я не верил в Бога. Я просто думал, что слабые люди так ищут утешения в этой жизни. Но я видел то, что я видел. Форман бросил бокс и стал помогать обездоленным детям в Намбле, штат Техас. Мне было 28, когда я изменил всю свою жизнь, и все это благодаря Иисусу Христу. Десять лет я не вспоминал о боксе. Люди звали меня Брат Джордж. Я присутствовал на свадьбах. Отправлял обряды, похороны. Все любили меня. У него и в мыслях не было вернуться в бокс снова. Но у его брата Роя был боксерский зал, который они использовали, чтобы отвлечь неблагополучных подростков с улицы. Тут-то и пришла идея вернуться на ринг, чтобы зарабатывать деньги для центра обездольных детей. Я подумал, это же лучше, чем попрошайничать. Ведь я же кое-что умею в ринге. Я снова стану чемпионом. Так что в 1987 году я решился. Я подумал, что сейчас у меня есть причина вернуться. Я ведь бросил бокс, потому что не было никакой цели, кроме денег и славы. А сейчас у меня был мой центр. Мой детский центр. И было из-за чего боксировать. Я пытался надеть свои старые боксерские трусы, но они не налезли. Я знал, что мне нужна не просто сила, нужна уверенность. Я подумал, что мне нужны люди. И я позвал великого Арчи Мура. Он был стар достаточно, чтобы сказать мне что-нибудь новенькое. С братом Роем и Арчи Муром в углу Формин снова появился на ринге. В прессе он заявил, что его новый метод тренировки – поедание гамбургеров. Если я промажу слева, не попаду справа, я достану вас моим животом. С шуточками и прибауточками Формин зарабатывал миллионы для своего центра. Он прошел длинный путь от гетто до своего нового дома. Каждый может сказать, что ты моя девушка, но только мужчина может заявить, что я буду о тебе заботиться всю твою жизнь. Господь, да, благословит вас. Очень трудно бросить то, что любишь. Если кто-нибудь когда-нибудь собьет меня с ног, я брошу бокс. Но до сих пор этого никому не удавалось. После того, как Майкл Мурер отнял мировую корону у Ивандера Холифилда, встал вопрос о его следующем сопернике. Первым был Джордж Форман. Эта заявка вызвала огромный интерес в мировой прессе, у зрителей, болельщиков. И, естественно, масса статей и телевизионных программ была посвящена этому событию. Все восхищались смелостью Джорджа Формана. Ему же шел 1946 год. Но пресса была скептична. Очень авторитетный журнал «Боксинг Мансли» писал, «При всей симпатии к Джорджу Форману, он слишком стар, он слишком медлительный. И думается, что его погоня за фантомом чемпионства мира кончится не позже восьмого раунда этого боя». Сомневались не только пресса и болельщики в возможностях Формана. Мировая ассоциация бокса запретила этот бой, предупредив Мурера, что если он выйдет против Формана на бой, то он будет лишен титула. Естественно, в лагере Мурера немедленно затрубили отбой. И тут Джордж сделал то, что не осмеливался до него никто. Он подал в суд. Все стороны встретились в окружном суде. И окружной судья Дональд Мосли руководствовался в этом случае только здравым смыслом. Он спросил у Формана, что, собственно, значит для вас этот бой. Форман ответил, что, как для атлета, он значит для него все. И он совершенно не заинтересован в финансовых условиях этого боя. Он сказал, что он не желает подвергаться дискриминации по возрасту. И что стремление к счастью, отмеченное в американской конституции, присуще всем людям, и он, Джордж Форман, живое доказательство этого стремления. После чего судья сказал, я считаю, что ВБА, Всемирная боксерская ассоциация, действовала капризно. Раз доктора говорят, что он здоров, пусть дерется. 5 ноября этого года 12 тысяч зрителей со всех концов Америки переполнили спортивную арену отеля MGM Grand в Лас-Вегасе. Миллионы людей во многих странах мира прыгнули к экранам телевизоров. Остается несколько минут до боя за звание чемпиона мира в тяжелом весе между Джорджем Форманом и Майклом Мурером. Атмосфера в зале наэлектризована. Ничего подобного прежде не происходило на боксерском мире. Ведь в этот раз речь идет не просто о победе за высший приз мирового бокса. К рингу идет атлет, которому идет пятый десяток. Который 10 лет не выходил на рим. Который вернулся в спорт в возрасте 42 лет. Он не одевал перчаток 16 месяцев после последнего боя, который он к тому же проиграл. Сможет ли он использовать свой последний шанс, добытый с таким трудом, воплотить свою мечту, к которой стремился много лет? Именно такие моменты делают историю в большом спорте. Правила жесткие. 12 раундов. Счет не открывается в нокдауне, пока противник не упал. Гонг не спасает бойца от поражения. И не действует правило трех нокдаунов в раунде. Сколько бы боксер не падал, бой будет продолжен, если он поднимается. В углу у Формена легендарные лица. Тренер Анджела Данди, который построил, как говорят в Америке, подготовил 13 чемпионов мира. И старый мудрый Арчи Мур. Майкл Мурер, новый чемпион мира, моложе Формена на 20 лет. 45 боев, ни одного поражения. И 40 нокаутов. В последнем бою он устроил такую трепку Вандеру Холлифилду, что тот попал в госпиталь. Его штаб возглавляет Тедди Атлас, один из самых талантливых молодых тренеров Америки. Который работал с Майком Тайсоном. Мурер при росте в 188 сантиметров весит около 100 килограммов. Но Формена не зря зовут Большой Джордж. 194 сантиметра рост и 111 килограммов к этому бою. Этот бой вызвал огромный интерес еще за много месяцев до его начала. Телевидения, газеты, журналы, не только спортивные, обсуждали шансы соперников. Спорили специалисты, будущие, бывшие и нынешние чемпионы. Взаимоисключающие предсказания сыпались, как из рога изобилия. Но общее мнение было таково. Хотя Формен и будет фаворитом публики, реальных шансов победить у него нет. Он слишком стар и медлителен, а Мурер слишком опасен. Лишь легендарный тренер Анджелы Данди, создавший 13 чемпионов мира, и, как уже упоминалось, Мухаммеда Али в том числе, стал готовить Формена к этому бою. Он сказал, я в восторге от этой возможности. Вы еще увидите настоящего Формена. Этот парень заслужил право войти в историю, потому что принес в бокс остроту, увлекательность и неожиданность. Итак, первый раунд. Оба лагеря не скрывали тактики, которые будут следовать их боксеры в бою. Жесткий и быстрый Мурер, левша. Он должен смещаться по фронту, уходить вправо от сильной правой Формена. Играть на смене боевой дистанции. Основное оружие Большого Джорджа как раз его удар справа. Говорят, пропустить этот удар все равно, что попасть под тяжелый грузовик. Майкл Мурер следует разработанной тактике. Он старается отвлекать внимание Формена перекрестным ударом передней руки правой. И, конечно, он будет стараться использовать свое преимущество в скорости. Видно, насколько медленнее Формен. Очень интересно слушать, что говорят тренеры в углу в перерывах. Масса выдающихся личностей, кинозвезд, спортсменов собралась на этот бой. Мэджик Джонсон, великий баскетболист, прилетел на этот бой тоже. Тедди Атлас. Слушай меня, говорит он. Ты должен смещаться вправо, вправо. Заходи за его левую руку. Понял меня? Не подставляйся, уходи вправо. Джордж не садится. Хотя идет ему пятый десяток. Выносливости у него достаточно. И вопрос только в том, хватит ли ее на весь бой, на длинную дистанцию в 12 раундов. При условии, если он не пропустит удары, конечно. Отдавая Даниль и восхищение, смелость у Джорджа, который в свои-то годы рискнул на подобный, как многие считали, авантюру, телевизионные репортеры как-то спросили его, чему бы ему не встретиться со своим ровесником, Ларри Холмсом. Ведь ему тоже 45. Это было бы более честно, шансы были бы равны. Вот Джордж, который, за словом, в карман не лезет, отшутился. Вы представляете, нам на ринге обоим было бы 90 лет. Запах наших мазей от ревматизма распугал бы всю публику. Мурер ищет бреши в обороне, пристраивается. Он чувствует, что сможет увидеть любую атаку Формина. Вот этот джеб, повторный удар передней рукой правой. Он все чаще-чаще доходит до цели. Мурер начинает пристреливаться. Форман построил свою тактику максимально просто. Он никогда не был стилистом, как Мухаммед Али, изворотливым тактиком. Никогда не удивлял каскадом технических приемов. Он панчер. На боксерском сленге это означает нокаутер, человек, который бьет сильнее всех. Потеряв былую скорость, он ведет бой очень скупо и расчетливо, не гоняясь в мимолетном успехе. Он знает, что ему не угнаться за Мурером в скорости, не пытается играть его игру. Сейчас он даже не заботится о точности своих ударов. Он знает, что рано или поздно тяжесть этих ударов, их суммарный тоннаж, должен сказаться на выносливости соперника. А вот Дарьюш Михалчевский, чемпион мира по версии ВБО в полутяжелом весе. Это традиция в профессиональном боксе привлекать выдающихся спортсменов в качестве комментаторов на бой знаменитостей. в штабе Майкла Мурера никакого беспокойства не ощущается. Дарьяс один из двух немецких чемпионов сейчас, другая Хенри Маска. И Гордж начинает найти рейнг в 2-й раунде. И я не люблю что что Мур делает. Его эффект и он работает в только в 1-й направлении. Многие были удивлены поведением Большого Джорджа в эти начальные раунды. Им казалось, что он должен быть более агрессивен. Дело в том, что статистика побед и поражений любого боксера здесь ведется очень скрупулезно. И все помнят, что Джордж, который провел 72 боя в своей карьере, проиграл 4 и устроил 67 нокаутов. Так вот, эти нокауты всегда происходили в начальных раундах. Он нокаутировал только пятерых противников после шестого раунда. Были даже такие рассуждения, что Джордж не способен ударить сильно к концу боя. Но самое интересное, что это расчетливая, трезвая тактика Формана. Увергает беспокойство всех его поклонников, кроме него самого. Он очень спокойный. А Мурер обостряет бой и наращивает преимущество. Иногда кажется, что Джордж просто толкает противник. Вот тут вот начинают проявляться некоторые ошибки Мурера, которые наверняка беспокоят Тедди Атласа. У вас саллиный ринговый опыт позволяет Форману пока сдерживать опасные атаки Мурера. А биджейбе и наставшийся новый рейн. Чистое время помоя. О, намного рейдено. О, чем съездка к Форману? Украина. Парьер. К computационный рейден! Это излучение для Формана. Вместочек. Парьер. Проводила все оптимизируется в формуplication. И я так же против Формана милия, эвак. Атлас доволен в прошедшем раунду, но предостерегает Мурера. Не иди на него фронтально. Ты слишком часто уходишь влево, под сильную руку. Форман, сдвигайся вправо, заходи за его левую руку. Там безопасно. Четвертый раунд. Кажется, расстановка сил на ринге становится все более понятной. Поклонников Джорджа Формана. Тех людей, которые ждут чуда в этом бою, это, конечно, огорчает. Мурер начинает хозяйничать на ринге. Он уже спокойно чувствует себя. Он нашел свою дистанцию. И более того, Джордж просто избегает всяческой работы в ближнем бою. Правда, эффективность ударов Мурера пока невелика. Потому что Анджело Данде сказал, когда нужно, у Джорджа локтей и предплечий в два раза больше, чем у его противника. И мощные удары Мурера натыкаются на огучие предплечья Форман. Комментатор говорит, что, как жаль, что Форман такой медленный. Многие ожидали другого от Формана, что он рискнет и пойдет ва-банк. Подходит к концу четвертый раунд этого боя. Я вспоминаю то, что сказал Джордж Формана после боя. Он сказал, я не пытался выиграть по очкам. Я знал, что это невозможно. Я не смогу. Я не говорил своим секундантам в углу, иначе бы они сказали, ты сумасшедший. Иди, добывай очки. Нет. Я построил свой расчет на совсем другом. Я ждал своего шанса. К сожалению, на этом мы должны прервать нашу программу. Продолжаем. Добрый вечер. Программа «Большой ринг» продолжает фантастическую историю Джорджа Формана. У вас на глазах ее последней страницы. Большой Джордж Форман в бою против чемпиона мира Майкла Мурера. К этому времени ставки против Формана опустились. Пять к двум. Тем, кто не знает предысторию этого поединка, я напомню основные факты. Идет пятый раунд боя за высший приз мирового бокса. Корону чемпиона мира в тяжелом весе. Вы знаете, что на ринге чемпион Майкл Мурер и претендент Джордж Форман, бывший чемпион мира еще в 1973 году. Уникальность ситуации в том, что Форман старше своего соперника на 20 лет. Ему идет 46-й год. 12 тысяч зрителей со всей Америки собрались в зале МГМ Грэнд в Лас-Вегасе. И еще миллионы людей застыли у своих телевизоров. Они, затаив дыхание, ждут, удастся ли Джорджу Форману то, что еще не удалось никому. Стать чемпионом мира на пятом десятке. Все симпатии публики на стороне Джорджа Формана, но объективные обстоятельства против него. И ход событий тоже. Форман по очкам бой проигрывает. Мурер при росте 188 сантиметров весит 100 килограмм. Он провел 45 боев, не проиграл ни одного и устроил 40 нокаутов. Последний бой, когда он отнял корону у Ивандера Холлифилда, закончился для его противника в госпитале. Мурер Левша, жесткий, быстрый и очень опасный боксер. Большой Джордж Форман, 194 сантиметра и 111 килограммов. Правила проведения поединка за высший титул в мировом боксе очень жесткие. 12 раундов. Гонг не спасает боксера в раунде. Счет нокдаунов не открывается до тех пор, пока противник не упал. Никаких стоячих нокдаунов. И не действует правило трех нокдаунов. Сколько бы боксера ни падал, если он поднимается, бой будет продолжен. Мурер обостряет боксера. Как уже отмечалось, при всей симпатии к Джорджу, пресса отнеслась очень скептически к этой затее выйти на ринг против чемпиона мира в его-то возрасте. Все сочли, что он слишком медленный и слишком старый. Тактическая установка на этот бой была обнародована задолго до схвата. Очень известный, талантливый, молодой тренер, один из лучших тренеров Америки, Тедди Атлас, который возглавляет штаб Майкла Мурера, заявил, что бой будет проходить чисто в техническом плане. Задача Мурера смещаться вправо от сильной руки, в сторону от сильной руки Джорджа Формана, потому что Джордж, как известно, страшный нокаутер, несмотря на свой возраст. он провел 72 боя и устроил 67 нокаутов. Нужно использовать максимум преимущество скорости для Мурера. Вот эта часть зала, где сидят тысячи журналистов, говорят о том, какой огромный интерес вызвал этот поединок во всем мире. Трансляция идет на 42 страны мира. Шестой раунд. До сих пор, по мнению судей, Мурер вчистую выигрывает этот бой. Большой Джордж построил свою тактику максимально просто. Он и в молодые-то годы не был никогда великим тактиком, не поражал воображение каскадом технических приемов, не был хитроумен и изворотлив в ринге. Он панчер нокаутер. Человек, который делает ставку на силу удара. Так было 20 лет тому назад. Так он рассчитывает действовать и сейчас. Джордж Форман давно потерял былую скорость и в этом бою он старается действовать очень трезво и расчетливо. Не гонять за мимолетным успехом. Многие считали, что Джордж должен действовать более рисково в этом бою. Но Джордж сказал после этого боя уже, что он просто боялся заявить в своем углу своим секундантам, а секундант у него легендарной личности. О них я расскажу позже. Он боялся сказать, что он не сможет выиграть по очкам этот бой и не будет пытаться это сделать. Слишком быстро мурят. Его штаб возглавляет Анджела Данди, легендарный тренер, который подготовил 13 чемпионов мира и среди них Мухаммеда Али. Анджела Данди, которому идет уже восьмой десяток, сказал, что он в восторге от всей этой затеи. Он абсолютно уверен в противовес мнению прессы и специалистов, что Джордж может показать себя совершенно с неожиданной стороны. Но пока события на ринге не оправдывают предсказания Анджела Данди. Мурор включает обороты. Его перекрестные удары справа, он левша, все чаще и чаще доходит до цели. Он пытается врубиться в защиту в разрез между предплечьями Джорджа Формана и нанести финальный акцентированный удар. Большой Джордж все чаще и чаще пропускает удары правой. Тедди Атлас, который работал еще с Тайсоном, доволен, похоже, своим питомцем. Однако я восхищаюсь атмосферой, которая существует в углу Джорджа Формана. Вот это Анджела Данди в очках. А за ним легендарный человек, великий чемпион прошлого, Арчи Мур, который дрался еще с самим Рокки Морчан. Именно о нем Джордж сказал, Арчи настолько стар, что способен всегда сказать что-то новенькое. Тери Атлас требует от своего питомца не стоять фронтально перед формами, не нарваться на его тяжеленный удар правой. Двигайся вправо, уходи за его левую руку, там безопасно. Начинай атаку справа, там, где Джордж не ждет. и так оно, как видите, пока что получается. Публика, чьи симпатии целиком на стороне старого Джорджа, как его тут зовут, большого Джорджа, понимает, что ход событий весьма разочаровывающе действует на поклонников формы. Эти острые, быстрые удары Мурера. Хотя они и не потрясают Джорджа Формана. все чаще и чаще причиняет ему боль, ослепляет его, сбивает его с прицелов. Как я уже говорил, многие думали, что Джордж будет рисковать в начальных раундах. Многие беспокоились, хватит ли у него силы выносливости выдержать эту длинную дистанцию 12 раундов, даже если он не пропустит точный четкий удар Мурера. Однако поразительный ринговый опыт Формана. Великолепная нервная система, расчетливость. Он, кстати, сам говорил, я человек черствый в ринге, я не романтик. я рассчитываю. Пока что не позволяет Муреру добиться решающего преимущества. тяжелые медленные удары Джорджа, на них весь расчет. Его задача держать противника перед собой, потому что еще ни одному боксеру не удавалось успешно размениваться ударами с Джорджем Форманом. Слишком уж он силен. Так вот, я заговорил об атмосфере в углу Джорджа Формана. Обратите внимание, здесь все абсолютно спокойны. здесь не говорят, не дают советов. И Джордж, и Анджело Данди, и мудрый Арчи Мур знают о боксе столько, что остальным еще предстоит узнать. И мне надо слов, они понимают друг друга с полвзгляд. перерывы между раундами в профессиональном боксе тренеры часто наносят вазелин на лицо боксера. Это как-то предохраняет отсадин и порезов. восьмой раунд. Тактическая картина боя не меняется. Мур постоянно преследует и досаждает форму ударами передней правой руки перекрестными ударами. Они весьма чувствительны. Потому что хотя Мур и выглядит меньше и стройнее и как бы легче огромного Джорджа, не надо забывать, что он весит все-таки 100 килограмм. А такие эпизоды заставляют Тедди Атласа волноваться. Он постоянно в углу требует от своего противника не подставляться под удары Джорджа, даже если он блокирует их. Они настолько тяжелы. Их суммарный тоннаж настолько велик, что они обязательно измотают Муррера, если он будет подставляться под эти удары. Да, Джордж поскользнулся, но это напугало многих его поклонников. сердечица, взрывнее действует обескураживающе. Дело в том, что Джордж очень популярная фигура в Америке. Этот человек заработал на ринге миллионы, и большая часть этих денег пошла на содержание центра неблагополучных детей и трудных подростков. Джордж священник, у него 9 детей, он часто появляется на телевидении, он дружелюбен, у него огромное чувство юмора. Все любят его. Именно поэтому так болеют за него. Всем хочется, чтобы он наконец выполнил, исполнил свою мечту и стал в своем возрасте чемпионом мира. Он шел к этому трудной дорогой. Чтобы добиться этого шанса, ему пришлось обратиться в суд, потому что Всемирная боксерская ассоциация запретила этот бой. Якобы беспокойся за его здоровье. Почему якобы? Я думаю, мы поговорим об этом позже. За этим скрываются интересы многих крупных дельцов от бокса, промоутеров. И тем не менее, Джордж переборол все препятствия и вышел на ринг против молодого чемпиона. А тут поперкот справа потряс Джорджа. Тедди Атлас, говорит комментатор, просто умоляет своего питомца двигайся вправо, смещайся вправо, заходи за его левую руку, не оставайся под этот тяжелезный выстрел справа Джорджа Формана. Это опасно. Ты ведешь по очкам. Не нужно рисковать. Не оттягивайся назад, это тоже опасно. Однако Мурер обостряет бок. Ему кажется, что он сможет увидеть опасные атаки Джорджа Формана. Мурер сейчас начинает охоту за большим Джорджа. Он обладает сокрушительным ударом. И он понимает, что наиболее впечатляющей победой будет нокаутом над самым популярным боксером сегодняшней Америки. Джорджа все еще придерживается своей тягучей, вязкой, расчетливой и внешне очень простой тактики. В его действиях нет ни спешки, ни паники, когда он пропускает атаки Мурера. Он ждет своего шанса. к этому времени уже никто не верит, что этот шанс ему представится. И тем не менее вот такого умного и расчетливого тренера, умеющего предсказать ход боя, так Тедди Атлас ошибки Мурера начинают вызывать беспокойство. Как видите, Мурер стоит фронтально, он не двигается, он не уходит вправо, как требует тренер. Он пытается навязать обмен ударами Джорджа. по-прежнему действует пока без риска. Поразительно, что действительно современники Джорджа Формана уже давным-давно сошли со сцены. Это уже исторические личности. Однако Джордж Форман человек совершенно другого склада. Он сам хочет делать историю. Это, кстати, и предсказывает Анжела Данди, который сейчас ухаживает за ним в углу. Он сказал, что вы увидите еще того Джорджа Формана, которого вы любили 20 лет назад. Он взорвется, он заслужил войти в историю, потому что он привнес в бокс новый интерес и остроту. Десятый раунд. Обратите внимание, вот именно здесь колоссальный опыт Джорджа сказывается, начинает сказываться. Мало помалу, шаг за шагом, Джордж Форман меняет тактику. Он превращает Мурера в цель. Его не смущает промахи. Идет десятый раунд. момент. Но нет никакого ощущения, что Джордж устал. Наоборот. Наконец-то он почувствовал момент. Он понял, что Мурер перестал хитрить. Что наступает время, когда можно использовать свой шанс. Удары Формана становятся все мощнее, все агрессивнее. Посмотрите, в углу появляется картинка с изображением Тедди Атласа. Умный и хороший тренер, талантливый тренер, понял, что назревает неприятность. Даже среди публики еще мало кто понимает, что происходит. Вот так Джордж Форман сделал то, что задумал еще до боя. давайте посмотрим и послушаем, что творится на спортивной арене MGM Grand отеля в Лас-Вегасе. Это момент, который навсегда останется в истории. Джордж становится на колени и все бросаются к нему. Слева промоутер Боб Арум. Мурр едва приходит в себя. Ему оставалось просто продержаться на ногах несколько минут и он стал бы победителем в этом бою. Все судя до единого отдавали предпочтение ему в каждом раунде. Старые друзья Джорджа. Ничего подобного не случалось на боксерской арене. Никогда. Вот двойка, который выбросил Форман. Он уловил момент. Во время предыдущих атак он выбрасывал эти два удара и на этом его атака кончалась. Он приучил к этому Мурра. И Мурра совершенно спокойно принял на себя ложную двойку и никак не ожидал, что Форман выстрелит еще раз. Все кончено. даром шутили, что попасть под правый удар Формана все равно что попасть под тяжелый грузовик. Еще никому не удавалось выдержать этот удар. Никто просто не ожидал, что Джорджу удастся это в самом ответственном матче за всю его карьеру и в его годы. Девушки отдыхают. Причем он молился в углу после победы, он сказал, я просто благодарил Бога за то, что он позволил мне жить так долго, чтобы дождаться этого момента. И так немыслимо и свершилось. Многие сочли это за чудо, но еще большее количество людей в мире были воодушевлены победой Джорджа, потому что они поняли послание, с которым Джордж вышел на ринг в свой последний бой. Оно гласит, не бойтесь мечтать, никогда не сдавайтесь, вы всегда сможете добиться того, что решили сами. А возраст это всего лишь цифра. Будем считать эти слова Джорджа Формана новогодним посланием нашим телезрителям. С Новым Годом и всего вам доброго!